Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте слушатели, зрители, рад вас всех видеть, слышать. Вот хочу, Вячеслав, ты тоже, как говорится, находишься в квартире, да, где-то, в какой-то род. Я не смогу помочь, у меня, не. Чтобы это зафиксировать, маме. К сожалению, да, я вот и бы рад бы, но у меня немножко по-другому восприятие нашего мира работает, поэтому я не могу в классическом русле это действовать. Вопрос стоит, видишь, в администраторе дарило, у меня не дарило, а в козе не дарило. Как пел Владимир Семенович, сам себе я уже доказал. А как бы мне, конечно, радостно делиться информацией, но настырно, ее доносить не, нету желания. То есть, самая лучшая информация усваивается, если она намеком дана, вот, это, или так, подброшено это, не навязчиво. А когда она навязывается, ну, вот я же говорю, что нужны физики, которые, это тем людям, которым интересно, скрупулезно изучить те или иные аспекты. Для меня это не принципиально. Ну да, чтобы сам дошел до цели, пишет Дмитрий. Солнце, это все, конечно, замечательно. Я же, вы помните, сообщал, что вообще было когда-то солнце относительно статично, и оно было и побольше, и посередине ячейки находилось. Меня часто задают вопрос, что такое луна. Ну, вот, допустим, я-то, ой, не луна, а юла, я-то, допустим, понимаю, вот, именно, образно, что это. А вот перевести и объяснить, что это аналог нашей ячейки, ну, относительно, то есть, вот, наша ячейка, она тоже имеет небольшую, ну, назовем условно, по кругу вращение. И, скажем так, относительно низ идет в одну сторону, а вверх в другую. Вот, я не физик, я не могу этого объяснить, я просто знаю, что наша ячейка, каждая ячейка, она тоже крутится. Ну, не скоростью большой, но она, скажем так, имеет вращение. Вот юла очень наглядно показывает это движение нашей ячейки. А тут уже надо физиков привлекать. Что там есть похожее в физике с юлой связано, я не знаю. Да и вообще, честно говоря, вот правильно вы с самого начала тему затрагивали, что касается семьи. Первостепенная задача, скажем так, просвещать родных и близких, и детям давать это качественную информацию. И не смотрите телевизор. Вот я 13 лет не смотрю, а телевизор же там же тоже работает целые эти. Ну, я сейчас круче, там может одновременно 6-8 фильмов идти, и мы их не будем видеть. Сейчас технологии позволяют картинку не видеть, но она есть. Ну, это уж так, я думаю, что... А вот на самом деле больше психотипов, там сколько, их 4 названо, но их там, значит, на больше, десятки. Основные. Как бы там... Вот эта вся сложность, что современная наука поставила рамки. Этого нету, а это есть. А так не существует во Вселенной. Вселенная, она не имеет ограничений. Она не статична, она живет, постоянно растет, постоянно все меняется. Вот, и невозможно. Те знания, которые еще были вчера... Ну, это как одежда для маленького ребенка. Вначале он маленький, он носит маленькую одежду, вырастает больше. И знания так же самые, они имеют возможность увеличиваться, увеличиваться, как и фигурально выражаясь, так и буквально, то есть. Вот, Слава, как ты для тебя висишь сказку? Слава, для тебя? Сказка, это самое волшебное, что у нас сейчас в ячейке осталось. Дело в том, что во всех практически наших древних сказках, даже если они искажены, там золотой нитью вшит свет, светлое, назовем ее неудачное слово, но я пока не могу другого подобрать, кодировка. То есть, своего рода антивирусник. И если даже мозг не воспринимает информацию, наши все фибры души, каждая наша клеточка, каждая там наша ДНК, там молекула, она начинает запускаться и освобождаться от вирусов. А есть же вообще древние ведические сказки, и репка, им миллионы лет, и золотая рыбка, им тоже миллионы лет, и колобок тоже. То есть, сказка, это своего рода антивирусник, и их обязательно настоятельно нужно изучать. Что, спасительный год? Ну, сказка работает на несколько уровней, то есть она низкоуровневая, ой, многоуровневая. То есть, то, что ты перечислил, знания дает, ну, во-первых, она оздоравливает организм, в буквальном смысле, люди здоровее становятся, скажем так, обмен веществ улучшается и так далее. Как мы все сказки любили, ну, я не хочу якать, но я их с детства, такое сейчас словосочетание несуществующее придумаю, я их до любви любил. То есть, я их настолько обожал, для меня это было там, это я все, у меня это было, ну, так на меня аж прямо аж типало, то есть, вот это до сих пор осталось. То есть, я, я когда сказки слышу, я повзрослел, я все равно обожаю, как-то вот... Тебе как было интересно, слышал сказки, когда кто-то, например, в том, что это было страшно, потому что я самому читаю? Второе, второе, когда кто-то читает. А, кто-то читает, да? Да. Не читаю, потому что сейчас, сейчас многие вещи вообще это опасно читать, если даже, пускай будет книга в сто раз несущую светлую энергию, Она может, темные же они по всем фронтам бьют, начиная от коробка спичек, негатива ему заряжает и заканчивает там книгами, то есть это есть же много же у них способов, они в этом сильны, но они биороботы по сути. Да, здесь рассказывали в прошилке, что есть там какие-то генератор спитальные, что попросили. Правильно рассказывали, правильно. Человек-то все это освежает и реально сходит с ума. Я вот на ютубе случайно нашел это, что-то как-то мелодия называлась, это антрическая музыка какая-то, ну я не помню, там по умолчанию нам предлагали, что вы послушайте, у вас это будет нервная система успокаиваться. Я выключил и через несколько секунд выключил, потому что у меня сердце настолько, сердцесебиение усилилось, я чувствую, у меня дыхание ускорилось, думаю, ничего себе они там позашивали успокоительного, у меня, думаю, сейчас мозг разорвется от их. Вот хитрые ж, понапрошивали туда всякие гэдоты, жалюгидные потворы, хай им гореть. Реально же есть детальные наркотики? Угу. Истыхает, истыхает, и звуком можно все сделать, так, свет, звук, это же основы, это тоже как бы мироздание. О, я сейчас я поймал на мысли, сейчас я сделаю файл, скину. Я на протяжении многих лет практически всегда засыпаю, просыпаюсь под одну музыку. Сейчас я себе ее найду на компьютере и скину вам. Этот Джереми Соул, это видно, у него божественная душа, потому что такую музыку написать, причем для компьютерной игры, парадокс в том, что у меня есть сборник, называется, допустим, музыка из компьютерных игр. И в это сложно поверить, но для компьютерных игр иногда композиторы создают сверх качественную музыку, даже не в том плане, что мы понимаем, уху приятно, а приятно нашим телам вот этим, которые существуют. Сейчас я пока буду слушать, кто хочет что-то сказать, и пока поищу эту музыку. Они не вяжут, не вяжут, не вяжут, а в коровы, это эффективнее. И более, насколько... Мне вот эта новость про одну женщину, которая, я так как бы в своем русле, то, что информацию дают там СМИ, или что, я ее сразу надвое делю, надвое, 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 а потом, когда разделил, в этой крупице начинаю искать истину. И там была информация, она и сейчас есть, что одна женщина, там где-то в Кандинавии появилась, которая пишет музыкальные произведения, которые писали, там, Моцарды, там... Ну, я сейчас фигуру речи выбираю, не конкретно композиторов называю, но чтобы вы смысл уловили, там, Бахи, там, всякие Сальери. И специалисты, когда слушали эту музыку, они восхищались, что музыка идентична, то есть у каждого композитора и, там, у писателя свой почерк. И она это объяснила, что они к ней во сне приходят и надиктуют эту мелодию. Ну, мне же такая постановка не устраивает, я-то... Я-то многие вещи понимаю, и когда я слышу, что это не так, я начинаю копать. И я вот что накопал. Ну, опять же, в это, возможно, сложно поверить, но основная масса композиторов, которые нам в истории, там, Ференцеллисты какие-нибудь, Бетховены известны, опять же, не конкретно называю, а фигуру речи выбираю, они свои композиции уже в готовом виде получали из ватиканских библиотек. То есть брали какого-то композитора и давали уже существующие ноты. И вот эта женщина, ей просто дали, опять же, эти ноты с этой библиотеки. Поэтому, когда она рассказывает, что и Моцарт с Альери, Моцарт там пришел во сне, это она, конечно, лукавит. Дело в том, что и Моцарту в свое время дали, скажем, ноты, которые он начал играть. А потом, спустя годы, и этой женщине дали эти же листы произведения, которые не были Моцартом при жизни, скажем так, обыграны. То есть практически 98% композиторов, как и писателей, они вымышленные. И либо если даже человек имел место быть, ему уже давали ноты в готовом виде. И это я тоже допускаю, это да, 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 это я не отрицаю, да. Я же не отрицаю, допустим, я считаю, на самом деле, сильный композитор этот Игорь Крутой. Понятно, что ему с Ватикана никто не давал, он просто к информационному полю максимально законнектился и пишет вот такую чудесную музыку. Но я говорю, что 50 на 50, мне нужно, я никогда не гребу все под одну гребенку. То есть я допускаю, что есть музыканты, которые из информационного поля берут информацию, а я вам сообщаю про тех музыкантов, которые им уже в готовом виде ноты дали. Точно так же, как и Менделееву. Вот у них хитро всегда, у них, если надо какие-то знания получить, у них постоянно во сне, у меня постоянно добиваются. А я говорю, у меня происходит это здесь, сегодня и сейчас. Я не вхожу ни в специальное состояние, не использую никакие наркотики. Я не медитирую. На яву, в явном мире. Я сейчас с вами посидел, я вам так благодарен. Я быстренько-быстренько столько знаний, каждый ценная копилка знаний. Я быстренько-быстренько архивирую, 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 а потом уже буду потихонечку разбирать, потому что каждый человек это кладезь знаний, это золото. Вот я вам скидываю этот архивчик, он чистенький, тут всего лишь, он весит 17 мегабайт, там всего лишь, а сколько произведений? 6 произведений. Ну, скажем так, если вам на душе тяжело, вы приели, глазки прикрыли, поставили эту музыку, техесенько-техесенько. Знаете, как она у нас была, как говорили, джолы не гудуть, а если гудуть, то техесенько-техесенько. Вот ставите, и я вам говорю, у вас просто, вот я не знаю, как этот Джереми Соул, тем более, мне поразилось, он мой ровесник, оказывается, так еще и американец, но я думаю, значит, он, у меня все, если я американица, гений, значит, это славянин. Вот как тот Харвард есть, это гениальный гений. Все, значит, славянин. Все, значит, славянин. Как такую волшебную музыку было возможно написать, я вообще не понимаю. Это, это, это вы, и никто, вообще мало кто обращает внимания, но вы послушайте, знаете, я много предисловий и это все делаю. Да я вообще любитель предисловий. Это Сережа, это мне делится, говорит, ты знаешь, говорит, как ты вот общаешься, говорит, я, вот мне постоянно трудно, что я когда с людьми общаюсь, у меня такое ощущение, что все все знают, и я просто их дополняю. Я говорю, а я, вот у меня цифра вот такая ключевая, 16 лет. А я с 16 лет на определенном этапе понял, что надо определенную информацию максимально в удобо-аварийной форме подавать. То есть я могу, чтобы сказать 2 секунды, я могу 30 минут делать предисловие перед двумя секундами. Потому что если я скажу 2 секунды, вот я хочу важный момент, для меня всегда был важный. Я всегда, помните, вот это в фильме, замечательном наш отечественный фильм «Шарлоком с доктором Ватсон», там происходит такая ситуация, когда он просит по часам определить это, владельца, и Холмс быстренько сообщает историю брата. И Ватсон расстроился, говорит, как вам не стыдно, если вы знали историю про моего несчастного брата, не надо было надо мной издеваться. И Холмс же по-доброму говорит, ну дружище Ватсон, дело в том, что вы понимаете, у меня мозг таким образом работает, что я цепочку логическую высчитал, я вам только сказал начало и конец, а хоть логических рассуждений я не озвучил. И вот у меня, получается, я часто вот с этим живу, у меня не так, как у Холмса, я как-то в одной беседе своей записи озвучил, что у меня другая способность. Я за несколько секунд создаю умопомрачительный алгоритм. То есть есть люди в голове могут умножить миллион на миллион и так далее, там и высчитать цифру. А у меня складывается алгоритм. И я иногда забываюсь, то есть я выдаю информацию, я уже, допустим, просчитал, там люди, допустим, грустно реагируют, говорят, ты сейчас же предлагаешь негатив. А я-то знаю, не было бы счастья, да несчастье это помогло, там, вот. Худо без добра не бывает. То есть иногда нужно жертвовать, ну, если на шахматы переводить, допустим, фигурой, чтобы выиграть. Поэтому иногда информацию, вот я не могу успокоиться с этими странами, то есть те люди, которые меня критикуют, пройдет время, и они поймут, что я имел виду, как мой самый первый ролик, меня поразил комментатор, первые 15 минут человек слушает ролик, автор сумасшедший, и это вообще невозможно слушать. Через 15 минут этот человек пишет, слава, прости, я даже не думал, что дудная беседа, которую ты тут шепчешь на микрофон, для меня может превратиться в познавательные знания, которые я раньше не слышал. Вот, и я вот это сейчас хочу для записи. Есть же люди, есть, ну, я условно для себя определяю, есть, ну, три категории людей в моем случае. Это те, которые положительно, светло воспринимают меня и как человека, и как мои знания. Вторая категория резко отрицательна, им просто, ну, они получают удовольствие от троллинга, а есть категория, которая посередине, и она, как бы, не знает, либо к правым пойти, либо к левым. И я в основном вот некоторые ролики, вот эта запись, я делаю для тех, которые посередине, которые еще не могут определиться. Те, которые, алло, 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 меня слышно. Да что вы тут ольёкаете? В интернете говорят. В интернете много чего говорят. У меня просто друг, и это... У меня товарищ критиковал, говорит, посмотрел, ну, вначале я ему скинул ссылку на вот эту приколюху, где алло, а потом на мультик, но он решил с мультика начать. И, говорит, странный у Славы юмор какой-то, вроде всегда Славу знал. А, говорит, а когда посмотрел вот этот прикол, говорит, это просто в восторг пришел. Говорит, тут... Я не сразу понял, кстати, болезн, что это из того ролика. Ну, и так, знаешь, как благотника, но на самом деле ролик прокрубован, что он не может понять, за какой лагерь. За круглую землю, за полку. Ну, алло, алло. Я, кстати, там вообще, между прочим, это, напичковал его анекдотами. Вот есть, как бы, люди, которые знают, ну, большое количество анекдотов, но я сейчас их уже не люблю, я их не рассказываю, ну, когда-то там лет 20 назад. Так вот, некоторые там фразы я использую просто, это я любитель пасхалки оставлять, как сейчас о фигуру речи. И этот мультик, он вообще там прошит это фразами из анекдотов, которые я даже уже содержание утратил. Там есть вот такая секундная фраза, там, из этих цепких лап еще никто не вырывался. Это вообще фраза из анекдота. И там вообще много я вот вставлял именно... Причем я писал, работа шла в течение ночи, я записал 48 дорожек, потом каждую чистил, убирал шумы, выправлял голос, а потом началось самое трудное. Оказалось, что текст надиктованный оказался больше мультика. И мне пришлось его копипастить из 9-минутного мультика, сделать 13-минутный, растягивать в буквальном смысле, вот, чтобы... Впихивать некоторые... Да, 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 впихивать. А вот эту фразу, помните, это был такой персонаж, это Вася Рогов, это «Улицы разбитых фонарей» или «Убойная сила», как этот сериал назывался? Менты. Менты. И там же, когда они с Дукалисом на сходку ходили, Вася Рогова была, короче, бутылка водки, это, под курткой. Прошу прощения, ну и что, у меня запись в тормозу. А надо, знаешь, как хитро делать? Вот записал час, сохрани, записал час, сохрани. Я каждую нашу сейчас беседу по 30 минут сохраняю. В общем, я если я делал вызов. Ой, не надо перезвона. Для чего перезвон? Ну, у меня запись восстановилась. С Бандитами и Дукалис, или Вася, ему говорит, говорит, «Это наша корова, и мы ее доим». Не помните момент в этом фильме был такой? «Это наша корова». Говорит, а там, говорит, маленький такой был нервный. У него, а у него же бутылка водки была под курткой. Он говорит, у него, наверное, под курткой, а, помни, Дмитрий. Говорит, а у него, наверное, под курткой ствол был. Этот маленький, нервный, постоянно этот стол хотел достать. И он у нас шмалянуть, зараза такая. Ой, я обожал, конечно, этот сериал. Они были дико популярны. Это лет 15 назад было. Шедеврально, да, это. И, кстати, Казанова ж попал. Он же ж работал на съемочной площадке осветителем. Или там, настройщиком. И он постоянно комментировал. Ему кто-то сказал, да становись в кадр и давай. Общает, общайся. И вот так он попал. То есть человек, ага, во-во-во, шик, да, шокоровый дом. А, еще же, ой, это, умничка, это, Хабиенский Константин. Как вы знаете, что он же, это, деток сколько лечит. Все гонорары отдает, чтобы деток, это, рак мозга лечить. Да, уже 15 деток вылечил. Он все сейчас, у него, видите, вот горе, у него жена вот ушла в иной мир из-за рака-то. И он сейчас вот помогает другим деткам, находит ребенка и полностью его курирует, пока его не вылечат. А чтобы храм построить, это 250 тысяч долларов, это можно столько детей вылечить. Я же вот когда писал многим письма, вы даже не представляете, каким я известным людям письма писал. И какие мне известные люди некоторые отвечали. А писал я следующее. Я, смысл письма был такой. Необходимо в крайней степени создать компьютерную игру на славянские тематики. Я к вам обращаюсь не за деньгами, потому что деньги, много способов, как их получить. Но у меня нет организаторских способностей, как у Остапа Бендера. То есть я генератор идей, но я не могу их сам реализовать. То есть нужен Остап Бендер, ну фигура речи. Я вот обращался к некоторым людям, некоторые связывались со мной. Спасибо Виталию Сундакову, может многие знают. Он вообще так вот тепло о моем письме отозвался. Вот. И я вот это хотел же, чтобы компьютерная игра все-таки на вот эти знания была создана. Но это я специально озвучиваю, потому что я знаю, как информация работает. Если вы хотите, чтобы ваше желание любое исполнилось, это вы вначале думаете, это 30% успеха. Потом на бумажке записываете, это 30% успеха. И 30% озвучиваете. И вот у вас сильные 90%, большая вероятность того, что ваши задумки все это исполнится. Ну и к сожалению 10% остается на рандом. То есть случайным образом. То есть да, да, нет, нет. Потому что, как я всегда шучу, если бы спирт был бы стопроцентный, он бы испарился. Поэтому у него нужно капельку воды. И в природе ничего не бывает стопроцентного и абсолютно. Это полная, скажем, сказка про то, что... Про белого бычка, да. Да, я вас всех слушаю. А что ты по поводу игры? Ты в каком виде нечего? Это за вас тратегия. РПЗшка, ММО, РПЗшка. А ты все что перечисляешь, вот это будет в одной игре. Я ее уже в голове за 12 лет выстроил полностью, допилил. Сейчас допилил. У меня говорят, бумаги, бумаги. Да нет, не буду я. Говорят, напиши конспект. Ну, нет такого понятия. Это, как говорится, он и... Как это, мозг он, назовем условно. И плохой банк, ну, для знаний, это, скажем так, можно забыть. И он же одновременно хороший. Но я не потому, что не хочу делиться. Мне вот, мне говорят, а зачем мы придумывать игру? Вон, уже создали игру про славянских богов Skyforge. А я говорю, дорогие там друзья, говорю, если бы вы знали, кто был... Кто был сподвижник появления этой игры, вы бы ко мне немножко по-другому это относились. Эти разработчики за 10 тысяч моих идей дали мне 10 тысяч рублей по дачку. Я вообще не просил деньги, они мне не нужны были. Я вообще для другого им хотел это. Исказили игру до неузнаваемости, сделали, что попало. Вот, это, и как бы она существует. Ну, слышали, может, Skyforge есть игра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok